Сегодня у нас в гостях известны две пианистки, Полина Павчинская и Тамара Веселевицкая. Мы их знаем по прежним выступлениям, которые они проводили в нашей комьюнити. Это два великолепных аккомпаниатора, два великолепных солиста. Кроме того, Тамара у нас еще прекрасный аранжировщик. Они молоды, они красивы, они ужасно талантливы. Папа мне показывал, когда балерина прокрутится там 50 раз, а за кулисами потом она дышит, как лошадь. Он говорит, вот, видишь, что это такое. Он привел меня к балерине к одной домой, та говорила, учись, деточка, лучше на фортепиано. Я не считаю, что у меня есть профессия. В 38 лет в нашей стране отправляли на пенсию. И только можно было преподавать, танцевать, все. Майя Плесецкая танцевала, когда ей было 80. И вот я думала, что же мне делать. Я остановилась, что же мне делать дальше. Я не могу начинать сначала, потому что я прошла уже очень длинный путь. И моя мама, которая сидела в зале, которая обладает абсолютным слухом, мне сказала «ми». Я услышала, взяла «ми» и продолжала играть, как ни в чем не бывало. Это никогда не забуду, я не знаю, как это могло произойти. Еще был один интересный случай. Я играла Шуберта в произведение, которое называлось «Скиталец». Мы гордимся вам, что в нашей общине есть такие замечательные люди, как вы. Примерно месяц тому назад нам предложили рассказать о нашей жизни. Мы прожили долгую жизнь, я считаю, счастливой жизнью. Я скажу, как мы прожили нашу жизнь. Мы покинули тогда еще живой Советский Союз. Мы не совсем понимали, куда мы едем и что, или точнее, кого мы отставляем. Уже по прибытии в Австралию до нас начало доходить, как далеко мы забрались. Наша жизнь здесь сложилась нормально. Она не была усеяна розами, а шипов хватало. Австралия хорошая страна. Но груз воспоминаний о прошлой жизни, о далеких расстояниях, родственниках, друзьях. В мае 1996 года мы рассчитались с банком за этот юнит. С учетом нашего возраста и то, что мы работали официально и не могли пользоваться щедротами австралийского правительства, это было для нас довольно трудной задачей. Естея и ты, а все, что в крови не попадет, с помощью зонтан. Естея и ты, а все, что в крови не попадет, с помощью зонтан. На это нужно тоже время. Сама экскурсия по Баларату, вот здесь говорили, очень интересно. Часть Баларата связана с добычей золота. Музей, где можно посмотреть сливки золота, которые добывали и так далее. Там очень много интересного. Но эта экскурсия была действительно очень хорошо организована, было приятно. Мы просто отдыхали и получали наслаждение. И спасибо Ларисе за организацию хорошую. Надеюсь, что и при этой экскурсии будут так и лежать приятными и интересными. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. С праздником, с праздником, с наступающим вас праздником Пурим. Случилось так, что в одной из ночей Мартыхай услышал разговор двух стражников, замышлявших убить царя. Немедленно донес на них, преступников схватили, а его поступок записали в дворцовые книги. Я хочу поздравить сегодня всех вас с великим, святым праздником, праздником Песах. Песах, мы celebrate the Jewish people who left Egypt. That's what we're celebrating. The whole story everybody knows from when we were younger, from when we were kids. The Jewish people left Egypt. Песах, мы celebrate the Jewish people who left Egypt. The Jewish people 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 left Egypt. Криптокаретси. Криптокаретси – это тоже электронные деньги, но без государства и без страны. Это мировая наднациональная валюта, которая изготавливается и поддерживается. Дорогие наши гости, сегодня вам представился такой случай – прийти к нам на наше мероприятие, которое называется «Еврейская кухня». Для вас мы приготовили следующее меню. Картошечка и селёдочка с луком, конечно, традиционное. Это такое еврейское тоже блюдо. Котлеты. Котлеты куриные. Очень-очень вкусные. Пальчики просто облежутся. Винегрет. Смотрите, какой красивый винегрет. Красный, аппетичный. И, пожалуйста, кушайте всё на здоровье. У нас есть печёнка, куриная печёнка с луком тоже. У нас есть ещё печёнка, жареная куриная печёночка тоже с жареным луком. Как вы видите, во многих блюдах есть жареный лук. А что вот это? А вот это? О, это очень вкусная вещь. Это шейка, куриная шейка. И она тоже с луком жареным. Можно кушать без лука, можно кушать с луком, кому как понравится. Чтобы я не пропустила ничего, булочки. Очень красивые у нас свежие булочки, замечательные. Мы же любим булочки. Любим. Да. И ещё у нас на сладкое есть блэкер. Очень вкусный, свежий и замечательный. Он такой мягкий и такой, извини, не очень сладкий, очень и очень вкусный. Так что приятного всем аппетита. Кушайте на здоровье. И мы ещё, конечно, покажем ещё одну серию нашей еврейской кухни. Спасибо всем за внимание. Приходите, приходите, не пожалеете. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Вот перед нами наши все главные фигуранты сегодняшнего нашего мероприятия. Вот они подготовили замечательный стол. Старались. Старались, понятное дело. Команда. Они подготовили стол, они улучшают нам настроение, пищеварение, кровообращение. И вообще всё, что только можно, они нам улучшают. Да, да. Мы очень старались. Мы старались и думаем, что всем всё понравится. И мы создаём хорошее настроение. Вот это правильно. Ура. Дорогие друзья, уважаемые читатели Ассоциации Шалум. Меня зовут Юрий Окунев. Я автор романа «В немилости у природы», который у вас обсуждается сегодня. Борис прислал мне несколько тем и вопросов, которые интересуют тех, кто уже прочитал этот роман. Я составил обширный ответ по всем этим вопросам и темам, которые вы можете прочитать. В связи с этим я хочу ограничиться в этом своём выступлении кратком. Только приветствуем ваш адрес. Если у вас возникнут какие-то новые вопросы или отклики, пожалуйста, сообщите мне, пишите. Легче всего это сделать через мой сайт www.yuriokunew.com Спасибо большое всем вам за интерес к моему творчеству. Огромное спасибо Борису за то, что он нашёл меня в далёкой Америке. Спасибо Екатерине за то, что она сочинила, за те песни, которые она сочинила на стихи, приведённые в романе. Мне эти песни очень понравились. Лирично, выразительно, небанально. Спасибо вам, Екатерина. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Сегодня 25 августа 2019 года. Члены ассоциации «Шалом» и их друзья направляются на север штата Виктория, где в 156 километрах от Мельбурна расположено имение Норрелем Эстейт. Оно построено в 1886 году. Издалека видна башня этого необыкновенно красивого здания. Нас поразила итальянская архитектура барокко, ухоженный и красивый парк с павлинами на зелёной траве и продом с многочисленными утками и гусями. Одиннадцатый владелец Норрелима Эстейт Брэндон с удовольствием рассказал нам историю этого уникального поместья, а после экскурсии любезно пригласил на чаепитие. Особняк был построен в 1879 году для Уильяма Ирвинга Винтера, позже Уильяма Ирвинга Винтер Ирвинга, богатого скотовода и члена Законодательного совета Виктории для северной провинции. Это 1884-1901 годы. Начинаем наш традиционный концерт учеников Марины Фельдман. В нём принимают участие два скрипичных ансамбля – младший и старший. Некоторые ученики выступят с сольными номерами. Все юные музыканты очень любят музыку и регулярно сдают государственные экзамены для подтверждения своего творческого роста. В сегодняшнем концерте принимают участие три концентмейстера и ведущие. Это четыре мамы, дети которых играют сегодня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, добрый вечер! Дорогие друзья, члены ассоциации Шалом, ассоциации жертв Холокоста, дискуссионного клуба, ветераны у нас сегодня тоже присутствуют. И мы всех, мы собрали сегодня, все знают, что Рашишана – это на иврите голова года, еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд в Новолунии, осенний месяц Тишрей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо большое, дорогие друзья! До новых встреч!